По этой тропинке ходят воины, которые находятся в старом терминале. Ты тропинку особо не снимай, давай пойду за машинкой, костюм, пока покинули. Красиво. Вот здание старого терминала. Вот на этом месте он лежал, здесь его расчистили. И вот следы, кстати, немножко остались, совсем чуть-чуть. Просто лежал в 100 метрах от занятых ими позиций, откуда их выбивали при штурме. Внести, забрать, наверное, не было у них возможности или желания. Поэтому просто сожгли, избавиться от следов. Аллах Акбар. Боисыну Акбар. Если кому интересно, будем развинчивать миф о чеченцах, кадыровских боевиках и русских наемниках, российских войсках регулярных. Что наиболее, как по мне, интересный факт. Об их пребывании тут, об ихнем участии в штурме. О том, сколько их здесь погибло. Они там в нем прятались. Ничего они там, в смысле, бетер прятали в терминале. Вот он терминал. Батра свободно. Работники Донецкого аэропорта. Эти люди хотели бы приходить в этот аэропорт, садиться самолет и лететь куда-нибудь, а не воевать здесь с фашистами. Привет. Вот такие стишки пишут воины Украины. На стенах терминала. Какие еще напишут, мы не знаем. Очень примечательно и интересно, что люди Ланы, Широкополе, Днепро, как бы ставят нам во врага. Хотят сказать, что нам этого не видать. Они, наверное, не понимают, что нам это и не нужно. Мы для них сепаратисты, сепары. Вот большое количество сухпая украинского еды, ставленное украинской армией для нас. Мы этим питаемся. Мы отбили у противника, теперь будем это есть. Вот наши снабжения из России. Вот наши поставки российской гуманитарки. Вот они. Вот что мы едим. Вот мина, оставленная украинской армией. Вот она будет выстрелена в противника из миномета, оставленная украинской армией. Рассказываю, что мы едим, Аслан. Вот мины, оставленные украинской армией. Эти мины будут использованы против них же, из миномета, который оставили они же нам. Вот оно оружие из России, которое стреляет по украинским солдатам. Ихнее же оружие, ихнее же мины. Вот эти мины с аэропорта. Эти же мины летают в Донецк, в частный сектор, в дома, в детей, в женщин, в мирных жителей, в нас. Вот эти мины летали на твой октябрьский, потом полетят во врага. Продолжение следует... Вот смотрите, в подвале, где шкелились укроповские солдаты, знаменитые киборги, которые сбежали с терминала, нашли как трогательные письма, трогательные фотографии, рисуночки от детей, со всякими колечками, совсем, как украинские дети, желают победы украинским солдатам, победы над мирными жителями Донбасса. Ну, по-моему, цинично заставлять детей писать такую фигню, рисовать такую фигню. Добрый день, дорогие солдаты. Мені майже 13 років. Я розуміюсь, навколо подій на Сході, я розуміюсь, що вам дуже важко вбивати жителів Донбасса. Ну, це я утрирую. Ну, що це таке. Я щиро з усім серцем бажаю вам крепкого здоров'я, перемахти всіх сепаратистів. Слава Україні, героям слава! С повагою, з Днепропетровська Настя! Разве може русська девочка Настя от щирого сердця, блин, 1.09.14 года, желати смерти жителям Донбасса, шахтерам, детям, щоб вони погибли? Не пойму, що-то, по-моєму, як би, йдет зомбування дітей, блин. Тут даже по-русски. Тоже з Днепропетровська. Познякова Анна. Русская девочка Познякова Анна, в восьмому класі учиться, з города Днепропетровська. Спасибо вам большое за то, що ви нам допомагаєте. Знаєте, ми вас любимо і ждем, ждем з надеждою. Вот ще. Ми дуже горді за вас. Вся Україна верить і надеється, що більше не буде смертей от російського оружія. Понимаєш? Вони думають, що вони воюють з російськими людьми. І от, смотри, любі воїни, мене звати Даша, мені 9 років, і я бажаю вам швидкого одужання. І ще я хочу сказати вам велику дяку за те, що ви захищаєте нашу рідну Україну. Опять всі жителі Днепропетровська. І таких от, ну, почти одной рукой написаних. Ось, єдина країна. Найдені українські флаги, які вони ввешували тут, в нашому родному Донбасі. Сняли ми їх. Укрі, победа все равно буде за нами. Враг буде розбит. Ось, єдина країна на новий терминал аеропорта Донецьк. Та, що від нього залишається. В ньому знаходиться протиївник. Він занят. Таково положення дел. На цій стороні терминалу висіли флаги, ввешені українськими військами. Українські флаги в Донецькій у нас збивали, вони попадали. Всье український флаг нынче очень интересна штука. Для одних це символ отчизни, героїзма, злживого. А для других це символ смерти, боли, гибели близких, унижений, страданий. Ось так живуть жителі Донбаса на сьогоднішній день. І роблять все, щоб це змінювалося. Ввешен флаг победителю, флаг Павруссі. Буде висіть. Дякую. Ну, як тебе сказати, продвігалися люди вдоль здання, займали позиции, вибивали огніві точки, обходили противника по второму-третьому этажу сверху. Я считаю, що ніякої військової тайны в цьому немає. Противник був чуть-чуть розбит, уничтожен і відступив ніччю. При нулевой видімості, бросяв БК, вещи, частично оружія. Отступив на новий терминал. Дякую. 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 Продолжение следует...